Всем привет, с вами Марина, и сегодня мы посмотрим обзор восьмого тура матча претендентов. Вы, наверное, уже знаете, что сегодня, 19 апреля, начался второй круг матч претендентов. Этот турнир был начат в предыдущем году, но из-за пандемии его пришлось прекратить. И вот, наконец-то, сейчас восемь претендентов сражаются друг с другом за доской в Екатеринбурге. Давайте же посмотрим на турнирную таблицу после первого круга. Итак, у нас первое и второе место делят Ян Непомнящий с Максимом Вашьелла Гравом. Третье и шестое место делят Фабиана Каруана, Ани Жгири, Ванг Хао и Александр Грещук. Они отстают от лидеров аж на целое одно очко. И седьмое и восьмое место делят Дин Клирен и Кирилл Алексеенко. Среди сегодняшних партий хотелось бы обратить внимание на те партии, которые закончились победой одного из игроков. Итак, первая партия, которую мы с вами посмотрим, была сыграна Каруаном против Вашьелла Грава. Каруана играет белым цветом, Вашьелла Граф черным. Итак, у них началась партия с ходов Е4, Ц5, Конь Ф3, Д6, Д4, ЦД, Конь Д4, Конь Ф6. Пока что идет теория. Такой вариант. Е6, Ф4 сыграли. Ферзь Б6 и Ферзь Д2. Уже начинается веселье. Черные забирают пешку на Б2. На что белые отвечают ладья Б1. Пока что Ферзя прогоняют и идут вперед пешкой, атакуя черного коня. Но черный не отступает и тоже нападает на слона. Слон у нас уходит на безопасную позицию. И после размена пешек черный конь тоже отступает на безопасную позицию. И что же у нас получается? У черных лишняя пешка, но белые фигуры стремительно мчатся вперед для нападения на черного короля. Ладья уходит на Д1, становится у нас на открытую линию. Вашьелла Граф возвращает Ферзя в центр. Белые отвечают ходом Ферзь Е3. Снова съедает еще одну пешку. И так уже целых три лишние пешки у черных. Кстати, хотелось бы отметить, что в этой партии Каруана очень стремительно делал ходы. И было понятно, что эта позиция у него стояла. И дома, в то время как Вашьелла Граф тратил намного больше времени, чем свой соперник. И думал буквально за доской, что же именно делать. А Ферзь Д5 отошел. Слон С4. У нас идет такая теперь еще и жертва помимо трех пешек. Белые жертвуют целого слона. Ну что, брать надо. Забирают Ферзь С4. И белые делают ход слон Д6. В этом и была идея жертвы слона, что черные не могут забирать слон Д6 из-за Конь Д6. И получается вилка. Поэтому играется Конь Ф6. Белые возвращают фигуру обратно. Конь Д5. Ферзь Е5. Что можно еще сказать об этой позиции? Белые тоже, как мы видим, оставили своего короля в центре. Но черные очень так отстают в развитии. Кстати, сейчас можно съесть еще одну пешку над стрим черным. Но они понимают, что это будет уже слишком. И защищают пешку на Ж7, играя Ладья Ж8. И мы видим снова комбинацию. Белые играют Конь Е6. Жертвуют уже в который раз фигуру. В данном случае за пешку. За две пешки. Для того, чтобы открыть позицию возле короля. Ну, слон Е6, конечно, забирать плохо. Черные играют Ферзь С3. И форсируют переход в Эйншпиль. Белые забирают Ладью на А8. Предварительно убрав свою с нападением. Также делают рокировку. Такой промежуточный ход с шахом. Черные должны убегать. И Конь А8. Вот у нас позиция немножко стабилизировалась. Можно сказать. И что мы видим? Мы видим, что у белых лишнее качество. Но за две пешки. Две пешки, в принципе, конем примерно равняются Ладье. Поэтому у черных не так уж и все плохо. Можно сказать, что они где-то отбились от атаки. И мы можем наблюдать интересное продолжение этой партии. Конь С8 уничтожают слона. Белые размениваются. И слона 3. Ну, теперь план белых это съесть пешки на ферзиум фланги, если удастся. Для того, чтобы перейти уже в конкретно выигранную позицию. Но черные тоже не сдаются. Ваш елограф переводит своих коней. Белые меняют одного коня на слона. Создается еще слабая пешка на Ф6 дополнительная. И А4. Пешка у черных идет на А5. Король отступает на Ф7. И Ладья Ж5. Кажется, все. Пешка на А5, возможно, будет потеряна. По крайней мере, защищать ее пока что нечем. На конь Ж6 Ладья Ф2. Черные съедают пешку на А4. Ладья забирает на А5. И выигрывают пешку на Б7. Позиция черных ухудшается постепенно. Но шансы на ничью еще могут сохраниться. Ладья С6. Происходит обмен фигурами. Белые подводят своего короля в центр. Нападают на коня. И ведут своего короля дальше вперед. Ладья Д6. Но пешку на А6 объективно черные бы все равно не спасли. Получается такая позиция, где, в принципе, белые должны выиграть. Но все-таки реализация такого небольшого преимущества тоже дорогого стоит. Ну, так у нас, в принципе, играют топовые шахматисты. То понятно, что должна все-таки партия завершиться победой белых. Посмотрим, как они технично это использовали. Пока что маневрируют своими фигурами. Прощупывают соперника. Ладья Ж3. Король отступает назад. Конь на Ж8. Белые постепенно подходят вперед. Король Ж6. Король Ф3. Да, так не спеша. Пытаются переиграть. Заставить черных встать на неудачные позиции своими фигурами. Конь Е7. Король Е4. Я думаю, что менее сильно шахматисты уже бы согласились на ничью. После такого долгого продолжения. Ладья Ж3. Король Ж6. Ладья переходит на другой фланг. Король Е4. Конь Е6. Ладья Ж3. Конь Ж8. И король. Перес Ж4 идет у нас уже по линии Аж вперед. Конь Д5. Ладей Ф3. Король Е6. Ж4. Король Е5. Король Ж6. И выясняется, что белые достигли того, чего они желали. А сейчас угрожают даже просто пойти ладей Ф5. Затем забрать, например, коня. Король отойдет на шах. Заберут. Заберут пешку на Ф6. Ну и пешка же, конечно же, дойдет до поля превращения. Поэтому в этой позиции уже Вашьелла Граф сдался. А Круана получил себе еще одно очко в копилку в этом турнире. Следующая партия, которая тоже закончилась победой одного из игроков, была сыграна Кириллом Алексеенко против Александра Грищука. Итак, у них было в партии Е4, Е6. Моя любимая французская защита. Конь Ф6, Е5. Кстати, этот вариант тоже играю. Ф4, Ц5. Конь Ф3, конь Ц6. Слон Е3. Забрали пешку на Д4. Пока что все идет теория. Ф4, перец Д2. Черные съедают пешку на В2. Мне кажется, это напоминает чем-то партию, которую мы смотрели до этого, где черные тоже полакомились пешкой. Ладья Б1, перзь уходит на А3. Пока что это все идет теория. Конь Д4, слон Д4. А6 прогоняют слона. Алексеенко забирает слон Д7. Слон Д7, ладья Б3. Ферзь уходит на Е7. Слон на Е8. Остался пока что не удел. Ладья Б7. И пешка забирается. Белые отыграли пешку. И как-то по ощущениям у них довольно-таки хорошая позиция возникла. Но черные не отчаиваются. Нападают на короля. Белые уже готовы форсировать переход в Эншпиль. Черные на это соглашаются. Ладья на Б7, конечно, очень сильная. Конь Д1. Белые переводят своего коня на лучшую позицию. Пока что на Е3. Ладье недолго пришлось наслаждаться таким положением по 7 ряду. Пришлось отступить назад. Но черные потратили какое-то время на то, чтобы ее оттуда прогнать. Слон С5. Ладья Е8. С4. Избавляются белые от своей слабой пешки. По линии С. Собирают СДЕД. И играют слон Д6. После размена получаются проходные пешки. Есть как у белых и у черных. Но у белых пешка поближе к поле превращения, чем пешка черных. Но черная пешка не хочет сдаваться. И поэтому идет вперед на Д4. Кони В5. Легкие фигуры, конечно, лучше стоят сейчас у белых, чем у черных. Пешка мчится вперед. Защищают слон Б5. У белых и король идет вперед. Не забываем, что в Эншпиле король у нас идет в центр. Ладья С8. Конь Д4. Угрожают съесть на Б5 с выигрышем пешки. Поэтому слон уходит на С4. Ладья Д1. А5. А3. Небольшая такая профилактика со стороны белых. Ж6. Ладья Б7. Наконец-то ладья вернулась у нас на Б7. Слон идет на Ф6. Где-то нападают на пешку на Е5. Белые защищают. Конечно, пока что нельзя было забирать. Но КНФ3 тоже полезный ход. Ладья А7 с нападением на пешку на А5. Черные хотят съесть слона. Но белые этого не позволят. Отойдут королем. С нападением на слона на С4. Поэтому слон уходит на Б3. Теперь главное не зевнуть. Ладья Д6. Ну, в принципе, что у нас играет белыми Алексеенко. Конечно же, он-то не зевнет. Ладья Ж7. Жертва. Жертва качества. Зато выигрывается пешка на Д3. И белые остаются с довольно-таки сильной пешкой на Е5. Которая компенсирует лишнее качество черных. Конь Д2. Еще одну пешку хотят выиграть. Но слон, конечно же, отступает и блокирует пешку на Е5. Кстати, очень хорошо блокировать пешку легкими фигурами. Конь переводится на хорошую позицию. Ладья Е3. Да, и если конь придет на Ф6, как-то станет совсем тяжко. Поэтому забирается слон Е4. Ладья Е4. И ладья Ф8. Так, теперь король возвращается назад. Нужно прикрывать второй ряд от вторжения ладьи на Ф2. Ладья ФЕ8. Король идет с другой стороны вперед. Ладья А8. Ладья Б4. Хочет ладья попасть на седьмой ряд. Черные, поэтому играют ладья А7, не позволяя. Тогда белый король беспрепятственно может пройти еще поближе. Слон Б4. Ладья С7. Король. Самые гуще события находятся у белых. И наступило время двигать пешку дальше вперед. Е6. На Е7 пока ставить ее не стали. Сыграли ладья Б7. Ж5. Б7 также был с идеей сыграть ладья Ф7. Короля куда-нибудь убрать. И дальше пешка тогда прям может уже прийти, стать перзем. Поэтому сыграли черный Ж5. Ну тогда просто съедается пешка на Х7. В принципе черный съедает в ответ пешку на Ж2. Происходит обмен. И король белых неукоснительно продвигается вперед. Слон хорошо стоит, что не позволяет поставить черный ладья шаг сзади, чтобы прогнать короля. Король Ж6. Ладья Аш3. Пешку на Ж2. Алексеенко отдавать не хочет. Грищук нападает на ладью, играя Ж4. Ладья Е3. И после ладья Аш2. Король Д7. Пешка уже практически у нас дошла. Блокирует грещук ладьей пешку. Слон Д6. Слон С7. Слон хочет попасть на Д8. Ладья Е4 с нападением. Ладья Ф4. Король должен уйти на Ж5, чтобы пешку на Ж4 не отдать. Белый съедает пешку на А4. Слон пока контролирует поле Ж3, поэтому пешку двигать вперед нельзя. Король проходит вперед. Ладья Е4. На ладья А8, А4. Пешки не отдаем, они венчпли особенно ценные. Король уходит назад, так как смысла нет куда-то идти вперед, если сыграют король Аш3. Белый могут и ладья Е3 в принципе ответить. Король возвращается на Ж5, а белый надвигает вторую пешку. Король С6. Ладья Аш8. Король Д7. Немножко повторили ходы, но нет, белые хотят победить, поэтому не соглашаются на повторение ходов. Играют ладья Е3. Ладья Е8. Король Д7. Ладья становится на Е6 с шахом. Король уходит. Нападают на пешку. Пешку не защитить. Не стали защищать, но пока что брать ее нельзя, потому что тогда сидят с шахом на Е7. Но наступила пора играть слоном на Д8. Ладьи черных разобщены. Король уходит на Е5. Тогда забирают на Е8. На король Е4. Король Е8. И белые проводят своего ферзя, поэтому в этой позиции Грещук сдался, а у Кирилла Алексеенко появилась еще одна победа. А другие две партии Манхао против Дин Лирейна закончились ничьем за 28 ходов. Непомнящие из Гири также сыграли в ничью, и вы не поверьте, но тоже за 28 ходов. А те две партии, которые мы с вами посмотрели в начале этого видео, были выиграны белым цветом за 74 хода, я одна и вторая. Совпадение? Не думаю. В итоге, после восьмого тура у нас появился единоличный лидер, это Ян Непомнящий с пятью очками. Второе и третье место делят Вабиана Каруана и Максим Вашьелла Граф. Четвертое и пятое с четырьмя очками Ани Шгири и Уанг Хао. Шестое и седьмое место с тремя с половинами очками делят Кирилл Алексеенко и Александр Грещук, а на восьмом месте Дин Клирен. Спасибо всем за просмотр этого видео, не забывайте ставить лайк и подписываться на канал, а также писать в комментарии, за кого вы болеете на этом турнире и как думаете, кто же из них победит. Ну а с вами была Марина, увидимся совсем скоро! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!